КОНЕЦ 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 Повторим? Повторим! Вот видите, Женечка, а нам говорили, что это безнадежная операция, а больной будет жив. Это хорошо, это очень хорошо. Ну так, сейчас мы пообедаем, а потом будем работать. Архангий Андрей, вы же обедали в клинике после операции, я с вами обедала. Верно. Ну хорошо, тогда мы будем пить чай. Тетя! 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 Мы же только что встретили ее на лестнице. Верно. Ну ничего, мы будем пить чай с тетушкиным вареньем. Женечка, вы любите варенье? А? В детстве все любят варенье. Архангий Андреевич, вы меня уже сорок раз об этом спрашиваете. Сорок раз? Вот видите, Женечка, какой я заботливый. Тетка права, меня пора женить. Женечка, как по-вашему, жениться мне или нет? Не знаю, как хотите, Архангий Андреевич. Нет, Женечка, как мой практикант и друг, вы могли бы в такую трудную минуту жизни дать мне совет. А вы спросите у Сергеевича, ему всегда все ясно. В сережке он просто наймет карету, а Варька свяжет простыни и к нему вниз через окно. И венчаться. А я бы, как брат, погоню. Но только так, для виду. Догонять бы не стал. Шут с ними, пускай венчаются. Аркашка, Аркашка, потрясающий ноготь. Ну вот, непременно потрясающий. Товарищ, я сейчас шла, встретила директора. Он мне сказал, что через три месяца, а может быть, даже через два, одним словом, я еду в Москву в театральное училище. Ух, Варька! Представляете, и через 10 лет по городу будут висеть афиши в кастроли В. Бурминой. Даже нет, даже нет, В.А. Бурминой. И все будут спрашивать, кто это? Слушайте, кто это, Варьмина? А это я. Ой, Аркашка мне дурно. Вы видите, Женечка, как изменчиво женское сердце. Она счастлива тем, что покидает нас. Ну, хорошо. Ее нескладный брат, бог с ним. Но Сережка, Сережка! Аркашка, о Сережке ничего не говори. Женя, у меня будет с Аркадием мужской разговор. Женечка, одну милучку, я с себя говорю. Варька. Аркашка, я его так люблю, но мне все равно хочется поехать в Москву, даже если он не поедет. Это значит, что я его не люблю, да? Нет. Это просто значит, что ты становишься большой, Варька. Если веришь в себя, надо ехать и ни о чем не думать и не жалеть. А Сережка, он все равно до тебя доберется. Возьмите. Здравствуйте. Здравствуйте. Володенька? Варька. Репетируешь, а? Арктист. Володенька, ну ты же хотел завтра прийти. Да, да я хочу с тобой еще переговорить. О чем? О Сергее, только ты одна можешь на него повлиять. Ну да, что он там еще сделал? Да он-то считает, что ничего особенного. Ну? Послали его на практику в школу читать литературу. Ну? Первый час он прочел о Достоевском, а в начале второго вдруг и заявляет. Знаете что, ребята, Достоевский, конечно, гениальный писатель, но я, говорит, его не люблю. Ну да. Да, не люблю, сказал. Так и сказал? Да, поговорили о нем, и хватит. Пойдемте до перемены, погоняем волейбол. Ну, Варя, ну что ты смеешься? Гоняли до самой перемены. Ну? Ну вот, ты, Варя, передай, что его выгонят. Вот и все. Ладно, я ему скажу. Ну вот скажи. Вот. Ну, а еще что? А еще. Я вот шел мимо кино. Там идет новый звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь». Я купил два билета по 3,75 в середину. Пойдем, Варя, а? Ой, Варенька, мне что-то не хочется сегодня. Ну, почему, Варя? Войдите. Здравствуй, Варенька. Здравствуй, Дрюшка. Здравствуй. 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 Что ты ему сказал? Так ничего, пустяки. Пустяки. Что ты ему шепчешь? Я ему хотел тихо. В общем, я ему сказал, чтобы он ушел. А в случае он тут сидит. Сейчас уходи вон отсюда. Говорят, тебе уходят. Я не ему. Ему, ему, ему. Давай, давай. Привет. Привет. Привет, привет, привет. Ладно. Ты что, с ума сошел? А что? Ты хочешь, чтобы он сидел тут? Да. Только я ему сейчас поверну. Вот поди и верни. Только правда хочешь? Конечно, нет. Ну так в чем же дело, что он в самом деле ходит? А он дружит со мной, вот и ходит. А, дружит. Это он так из трусти говорит. А на самом деле он ухаживает за тобой. Ты ведь тоже хочешь? Я. Я другое дело. Я ведь так прямо говорю, что ухаживаю. А потом возьму и женюсь. То есть, как это ты возьмешь и женишься? А я вот возьму и не выйду за тебя замуж. А я подожду. А я и потом не выйду. А я еще подожду. А я никогда за тебя не выйду. Выйдешь. Я тебя, знаешь, как люблю. Я для тебя все, что угодно могу сделать. Даже глупости. Вот хочешь сейчас со второго этажа прыгнуть? Ха-ха. Ой, вечно ты хвостунь. Прыгну, да не прыгнешь ты. Хвостунь? Ну что ж, пожалуй, верно. До скорого свидания. Ой, уходи сейчас вон отсюда. Сумасшедший. Ха-ха. Ты не ушибся? Нет. Во-первых, не так уж высоко. А во-вторых, две недели предварительно тренировки что-нибудь да значит. Ну ничего, не бойся. Каждый день не буду прыгать. Скоро уеду. Куда это ты уедешь? Всем бьет один ответ. Вот. Танковая школа. Омск. Ой, как далеко. Сереженька, зачем? А когда ты это решил? Давно, Валенька. Еще месяц назад. Все время молчал. Да я не знал, примут ли. Опять бы все кричали, что я хвастаюсь. Сереженька, тебе еще не скоро ехать, да? Завтра. А как же я? Так вдруг и так далеко. Мне будет очень трудно без тебя. Вот и хорошо. Что ж хорошего? А то, что трудно, значит любишь меня. Сейчас же уходи вон отсюда, слышишь? Вот что. Или ты завтра никуда не едешь, или сейчас же отсюда уходишь. Все наоборот. Завтра я уеду. А сейчас я отсюда никуда не уйду. Ну так я уйду. Варя! Когда весенний вечер нежно тает, И переходит ночь и яблоней. Сережа, не беспокойся. Придет, придет, придет. Померю вас в следующий раз, так и быть. Я ведь как-никак, а все-таки старший брат. Все хорошо. Вот только поздно. Что поздно? Двадцать два года, это не шутка. Товарищ Луконин, в порядке комсомольской дисциплины стране нужны педагоги. Дисциплина дисциплиной, а в институт пошел все-таки зря. Почему? Двадцать два. Суворов, знаешь, в тридцати годах кем был? Хотя нет. Суворов как раз нет. Он тридцати годам даже полковником не был. Но это не важно. Он не был, а я буду. Сережа опять хвастает. Да ты только не смейся, Аркадь. Я понимаю, смешно, конечно. Еще форму не одел, уже полководец. Я не смеюсь, Сережа. Я думаю, нелепый ты человек. Ты ведь по старой школьной привычке натворишь, там в армии черт знает что. А Сережа в армии за это не прощают. В армии нет. В армии я... В общем, увидишь. Ну, вагон номер четыре. Вагон номер четыре, место двадцать один. Саратов, Омск. Хоть бы ты ее увез с собой, и тебе хорошо, и мне легче. Я сейчас. Вот так сложил чемоданчик и уезжаешь. Уезжай, Валенька. Ну, уезжай, пожалуйста. Но все равно. Я тоже уеду. Куда? В Москву. В театральное училище. Вот уеду, и думать о тебе забуду. Вот и хорошо. Вот кончу школу, приеду и увезу тебя. Ну, куда бы ты едешь. Значит так. На вокзал пришла, два года ждать меня будешь, а потом замуж за меня будешь. А иначе... Что иначе? Очень плохо мне будет жить, Варя. Не делай иначе. Сережа, Нарзанчик на веру. Билет! Сережа! Билет! Сережа! Билет! 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 КОНЕЦ Так, значит, вы приказали искать брод, а Луконин повел танк напрямик, через мостик, в результате чего и произошла авария, а я приказал искать брод. Товарищ начальник школы, курсант Луконин явился по вашим приказам. Вы получили приказ искать брод? Да, товарищ начальник школы. Вы его выполнили? Нет, товарищ начальник школы. А вы понимаете, что маневры это почти война? Да, понимаю. За невыполнение приказа 20 суткорезков. Разрешите идти? Нет. Объясните, почему приняли другое решение? Я думал, товарищ начальник школы, что маневры это почти война. А если бы я искал брод, я бы не успел выполнить задачу. Я считаю, что легкие танки могут на большой скорости проскакивать такие мосты. Так почему же танк провалился? Не знаю, товарищ начальник школы. И это все? Все, товарищ начальник школы. Скорость? Третья. Газ? Полный. Длина моста? 6.20. Так почему же танк провалился? Не знаю, товарищ начальник школы. Послушайте, Лукольд. Вы мне все говорите. Все, товарищ начальник школы. Прете? Вы даже мне не сказали, каким образом спасали водителя. Я считал, что это к делу не относится. Как вы его спасали? Сказать по правде, великолепно спасал. Опять хвалитесь? Я и не хвалюсь, так и было. Я первый плавец по всей Волге. Послушайте, Луконин, вы ведете себя, как мальчишка. Утопили машину, чуть не угробили людей. А теперь что прикажете делать? Под суд вас отдать? Товарищ начальник школы. Ну? Я вас очень прошу. Я не могу даже подумать о том, чтобы... ...хормить для меня это все. Вся жизнь. Я виноват во всем. Но если мне будет позволено, я докажу, что это случайность. Сто раз рассчитаю и докажу. Послушайте, Луконин. Почему танк провалился? И это перед самым выпуском из школы. Идите. Что, дорогой? Плохо? Это ничего пройдет. А вот остальное все плохо воно. Очень плохо. Все объяснил начальнику? Все, почти все. Водителя пожалел. Пожалел. Я жалею, что его из воды вытащил. Убить его мало. А начальник, что ж говорить? Я не виноват, водитель виноват. Бензинопровод засорился. А я где был? Где я был? А танки все равно через такие мосты будут перелетать. Верно. И через рвы будут прыгать. Верно. Все будут делать. Только я, пожалуй, больше от меня не увижу. Почему, дорогой? А потому, что выгонят меня из армии. Зачем выгонят? Зачем? Зачем? 33 несчастья у меня воно. От нее? От нее. Да. Скучное письмо. Полную отставку тебе, дорогой, дают. Да. Почему отставку? Кто тебе сказал? Русским языком написано. Мало что написано. Ясно соскучилась. Три года не видать. Все равно поеду в отпуск. Увезу ее. Вместе поедем и водить будем. Возьмешь с собой? Возьмем. Только я теперь раньше тебя в Москву поеду. Как ты думаешь, Ванок? Отчислить меня из армии, а? Не знаю, дорогой. Не знаю. Ты меня не утешай, ты мне правду скажи. Правду? Да. Боюсь, что отчисли. Дальше Луконин. Куда идете? Садится, товарищ начальник школы. Ага. Водителя пожалели? Пожалел. Ну вот и посидите, чтобы в другой раз благородным чувством вовремя занимались. Разрешите идти? Угу. Ну, а если бы бензинопровод не засорился? Прыгнул бы? Обязательно прыгнул, товарищ начальник школы. Да, правильно. Танки могут прыгать. Вот что. В средний азий со мной поедете. Мне прыгуны нужны. Вместе прыгать будем. Что, не хотите? Нет, я хочу, но... В Москву собираетесь. Знаю. Жениться? Угу. Слышал. Ну что ж, дам неделю. Поезжайте, забирайте ее с собой. Неделю? Что, мало? Товарищ начальник школы. Вы ее характер не знаете. Чего-ничего, зато я ваш характер хорошо знаю. Хе-хе-хе. Ну, дорогой, поздравляю с приездом красавицы жены. Да вы даже на меня как-то не посмотрели в одно. Не хочу смотреть. И так знаю, что красавица. Хорошие глаза. Вот такие глаза один час посмотреть и умирать не страшно. Ха-ха-ха. Что вы на меня так смотрите? Вот вы какая. Что не понравилось? Нет. Что вы? Я только хотел сказать. Хе-хе. А скажите, какой репертуар вы больше любите? Современный или классический? Ха-ха-ха. Ну, Варька, кончилось, пропало. Севастьяныч, прекрати культурную беседу. Сережа, не кричи на него при женщинах. Он человек застенчивый. Неужели? Очень. Слава Богу, будет рядом хоть один застенчивый человек. Севастьяныч, если бы вы только знали, как мне надоели хвостуны. Старайте я как-то... Не плачь, Симон, куплю лимон, вай, вай, вай. Ура! Ну, а теперь за брата. За брата? Не такой красивый. Что? Ну, похож. По-моему, ты ничего не похожа. Когда я был доцентом, меня не жалели. Теперь я профессор. Так вчера сестра на вокзале сделала из меня носильщика чемоданов. Ну? Сегодня я метро д'отель. Я не знаю, когда я буду академиком, меня превратят в мальчишку на побегушках. Ах, но сестра, а? Ничего. Ничего. Плохая, но сестра. Пришлось провожать. Молодец, Аркашка! И все для тебя, Сережка! Аркашка! Аркашка! Ах, но сестра. Ах, но сестра. Ах, 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 ах! Все. Сейчас две обезьянков соберутся, так сразу про все забудут. Ах, 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 ах. Ну, Аркашка, рассказывай. Как Женя? Кончила институт. Уехала в Астрах. Весною. Это я знаю. Я спрашиваю, как она. Пишет? Иногда. Так, значит, всё по-прежнему. Эх ты... Серёжа, я тебя категорически прошу. Скажи, зачем приворожила, Коль я душе твоей не мин. Скажи, зачем приворожила, Коль я душе твоей не мин. Не от тоски я так страдаю, Не от тоски я загрустил. Ну вот, Варик, наконец-то мы вместе. Ты знаешь, я тебя теперь никуда не отпущу. Слышь, я вот возьму и уеду. Я не уеду. Это смотря, как держать будешь. Ой, если так держать будешь, то никуда не уеду. Хотя нет, ты, наверное, сам куда-нибудь улетишь. Как тогда приехал на неделю, женился и опять год не виделся. А ты что тут делал без меня? Командовал ротой, занимался французским языком. А ей-богу, я молодец. Я, знаешь, делаю... Опять хвастаешься. Но ты подождал, пока я ей это скажу. Не могу ждать. Вот. Ой, ты мой француз. У тебя ужасные произношения. Да, она мне тоже самое говорит. Она? А кто она? Моя француженка. Понимаю. Наверное, с ней гуляли, по-моему, в Тулузе. Тулуза? А что, хороший город? Наверное. Наверное, там узкие улички, старые дома с черепичными крышами. Металлургические заводы, железнодорожный узел, аэродром, трансевропейская компания. Все знаешь? География-то не тайна. Ты знаешь? Я вот думала-вдумала и решила. Младушка, у меня все у вас играть. А тем более, ты будешь здесь первым. Верноб, в портера. Только я боюсь, теперь все время буду сидеть. Сергей, телефон. Да. Да, я. Есть? Есть. Ну что? Ну вот, придется уйти на полчаса. Ну. Когда могу выехать? Завтра. Есть. Сдадите роту старшему лейтенанту Куляшвили и можете ехать. Вечерний, архабад. Надеюсь, что питомцы Омской танковой школы ни при каких обстоятельствах, даже самых чрезвычайных, компранейли. Жава компромпа. Нет, вы же лучше поменьше разговаривайте. Есть, товарищ полковник. Ну, сядем перед дорогой. Зря не рисковать. Узнаю ваш характер. Есть, товарищ полковник. Добрый. Зря не рисковать. 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 Вы ведь прибалтийский немец. Вы хорошо знаете русский язык. Понимаю. Он русский. Во всяком случае, у него русское упрямство. Он целый день просидел в разбитом танке. Его взяли, когда он был без сознания. Он русский и должен сказать об этом сам. Слушай. Добро пожаловать. Приятно видеть вас здесь. Но что же вы молчите? Вы решили молчать и не хотите разговаривать с нами. Вы не понимаете? Вы не понимаете? Он не понимает по-русски. Так может быть вы француз? Только откуда у вас тогда такая рязанская морда? Бросите валять дурака. Слышите? Что вы с этой жатенькой, что он не понимает? Опять не понимаете. Так значит, вы француз. А вы знаете француз? Уи. Откуда же вы француз? А? А где же вы жили там? В вашей Тулузе. Эль-Рю, а ведь иеву от Тулузи. Я тоже дамерей Рю-де-Марон. А кто-кво старого морда? Рю-де-Марон, кистров претю вье понеспа. Ну, и льял-капо. Там нет никакого моста. Вас не собьешь. Вы даже улицы знаете. Но произношение. Неужели вы думаете уверить меня в том, что у француза может быть такое произношение? Вас обучали французскому языку, вероятно, где-нибудь в Нижнем Новгороде. Да? Вы будете со мной говорить или нет? Тебя русским языком спрашивают. Вы не говорите русский, талапин! Я не знаю, что я не говорю русский. Ты не знаешь русского языка. Но такое слово, как расстрелять. Ты понимаешь по-русски? Может, научишься понимать эти дела? Расстрелять прикажу. А уж! Не забываешь, когда тебя бьют. Тебе недолго придется помнить. Все! Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей Петрович. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Варвара Андреевна. Я получил вашу записку. Вы просили зайти меня? Да, я знала, что вы на спектакле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже не та девочка, которая приехала к вам полгода назад. Вы мне все можете сказать? Скажите. Там, где он сейчас. Там очень опасно. Да, опасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже... Уже 7 месяцев. Я сначала хоть получала письма. Правда, у них ничего не было. Ничто, нигде. Писал, что жив. Здоров. А вот уже... Три месяца ни одного звука. Алексей Ветрович, если вы что-нибудь знаете, скажите мне сейчас. Ведь если он не вернется, это вас меня ведь никто не скроет. Варвара Андреевна. Вы мне можете верить или не верить, это ваше дело. Но будет лучше, если вы мне поверите. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо. Жена солдата в это верить должна. Иначе нам жить нельзя. Понимаете? Понимаю. Парвара Андреевна! Парвара Андреевна, второй звонок. Сейчас. Я очень хочу вам поверить, Алексей Петрович. Очень хочу. Парвара Андреевна. Парвара Андреевна. Разрешите поднести вам по случаю дня рождения? Что это? Зимой цветы? Спасибо. Где вы их достали? А я в пяти знакомых домах. Все горшки на подоконниках обстык. Вы извините, что такие вот веточки. Севастьянович, милый, если бы вы только знали, что значит для меня сейчас эти ваши веточки. Варя, Варя, дорогая! Варя, Варя, все рыдали, Варя. Сам рыдал. Играла, как этот. Ну, как его? Забыл, кто на ты лучше. Дай ручку поцелую. А-а-а, уже успел тебе свой веник подарить, ботаник. А мой подарок, Варя, не здесь. Мой подарок у меня дома. Хороший стол. Такой стол, Варя, чтобы за гостей сам смеялся. Вот такой день рождения тебе устроим, Варя. Спасибо вам. Опять грустная. Надо было сказать ей, дорогой, что он где-нибудь сейчас сидит, один, не спит, ее вспоминает, улыбается. Да, но ты... Да, но мы с тобой не думаем, что он сейчас улыбается. Мы не думаем. А она пусть думает. Меркнуть, Звезды свеча догадает, Я печально встречаю рассвет, В ожидании душа моя Все замирает на тебя, Как вчера снова нет. Товарищ капитан, Какой акт? Какой там акт? Раньше-то прийти не могли. Понимаете, ну не бог. Покараульте, пожалуйста. Товарищ, товарищ! Удержала бы силой тебя. Ради, по-русски. Слава бога. Слава бога. Слава бога. Ради, по-русски. А лук бортует под крыжей, В суток голос мой чудеса мне. В сердце знаю, что больше его не услышит. Я увижу тебя лишь во сне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На закате ходит парень возле дома моего. Поморгает мне глазами и не скажет ничего. Никто его знает, чего он моргает. Чего он моргает. Чего он моргает. Не нравится мне, Петька? Рыбу подсечь не умеешь. Ха! Двадцать лет в экономический институт пошел. Дурака валяешь. А ты-то ведь тоже же был педагогическим. Я другое дело. Я был и ушел. А ты не уйдешь. Ну, не всем же военным быть. Всем? Сначала непременно военным быть. А потом делай, что хочешь. Когда весенний вечер нежно тает, И переходит в ночь яблони... ЗВОНОК В ДВЕРЬ А я? Одну минутку жать. Только так, да. Гипс. Да неподвижную повязку и груз. Нет, нет, я приеду сам. Часа через два. Хорошо. Нет, нет, я заеду сам. Аркадий Андреевич, ну почему вы не хотите отпустить меня из клиники? Для вашей же пользы, Женечка. Честное слово. Женечка, к вам здесь хорошо относятся. Ну, чем вам плохо? Плохо, плохо. Я хочу уехать. Уехать? Нет. Вы просто капризничаете. Скажите прямо, что у директора клиники скверный характер. И что вам не нравится его нос. Если бы вы хоть раз попробовали говорить оно серьезно. Когда шутишь, веселей жить, Женечка. Просто я не хочу, чтобы вы слушали мои скучные рассуждения. А я хочу. Я хочу... Ничего я от вас не хочу. Женечка, я провожу вас. Что с вами, Аркадий Андреевич? Откуда вдруг такая голландность? Она к вам не идет. Ну, что ж-то? Беги скорее за ней. То есть как? Как? Очень просто. Скажешь, что сумочку забыла. Беги, беги. Это же Варина. Ну, Варина, ну, Варина. Скажешь, что перепутал. Беги, беги. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, сядь. Посидим немножко. Нельзя сидеть, дорогой. Всю жизнь просидеть можно. Смелым надо быть, Аркадий. Ты меня слушай, я плохих советов не даю. Но зато ты даешь так много хороших, что жизни не хватит их выполнить. И на футбол я ходить должен, и машиной управлять должен. Но с тех пор, как вы все сюда приехали, я всегда что-нибудь должен. У тебя слишком кипучая энергия, Вино. А я тихий штатский человек. Дайте мне отпуск. Хорошо, дорогой. Сегодня уедем. Как сегодня? Приехали на целый месяц, пробыли всего пять дней. Что случилось, война, что ли? Не знаю, дорогой. Телеграмма от старика. Ты что, Аркаша Трукса, заболел? Хуже. Заскучал. Да. Я не знаю, как будет потом, а пока на девять складных людей обязательно попадется один нескладный. То есть, не вообще нескладный, я не жалуюсь. Вон, мне вчера письмо прислали, по моему методу операцию сделали. Благодаря это все очень хорошо. Я не об этом. А вот как ты думаешь, если семь лет дружишь с человеком, а потом вдруг объяснишься ему в любви. Он ведь рассердится. Скажет, что же ты семь лет-то думал? А? Непременно рассердится. Ой, Аркаша, как ты глуп. Ну, просто неслыханно глуп. Почему? Да потому что она тебя сама все эти семь лет любит. Да, 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 да. Ну, ничего, ничего. Сережа. Надейся на меня. Сережа, не вздумай ей сказать об этом. Обязательно скажу. Завтра же займусь устройством твоей свадьбы. Завтра? Ну, не завтра, когда вернусь. Когда вернешься. Сережа, я вот смотрю на твое довольное лицо и думаю, когда настанет такое время, что тебе приятнее будет сидеть дома, чем ехать? А? Никогда. Аркаша, я сейчас уеду, а ты побудь свали. Хорошо. А знаешь, вот ты сейчас уезжаешь, даже не знаю куда, зачем. Я все равно не хочу об этом думать. Знаешь, о чем я сейчас думаю? О чем? О том, как мы с тобой 1 сентября в отпуск поедем по военно-грузинской дороге. Потом проснемся, а кругом горы, Казбек весь в снегу. Мы будем с тобой все время вместе. Хорошо, правда? Красота. Мне надо будет тебя провожать. Пахать платком. Я сама сяду и поеду. Платками пусть машут другие. Пусть. И все же мне. Варя, я сейчас не очень надолго уеду. Не надо, Сережа. Ты же сам не знаешь, насколько. Ну ладно. Я люблю тебя за то, что ты вот такой вот. Я бы другого и не любила. Вадя. И не смей меня утешать. Слышишь? Ну, иди. А то опоздаешь. Придешь на вокзал? Приду. Ну, иди. Постали. Постали. Ну, ты стала совсем-совсем маленькой. Аркадь, это все неправда. Не хочу, чтобы я сейчас, хочу, чтобы всегда был со мной. Внимание, внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Это война. Огонь! 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 Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это я сейчас. Куда вы? Куда вы? Нельзя. Пустите меня. Сережа, Сережа, Сереженька. Варя. А как ты сюда попала? Я с концертной бригадой. У нас пять человек. Мы во всем госпитале ездим. А глаза-то все такие же. Только вот от них чиня. Ну, а? Не буду. Я у тебя в своей части оставлю. А им вчетвером придется без себя ехать дальше. Ну да, оставишь. Тридцать семь атак у меня было, Варька. И каждый раз вспоминал тебя. Два экипажа у меня сменилось. А я вот, видишь? Варя. Аркаша. Варя, сейчас уйди, а утром вернешься. Минуточку. Даю тебе слово, ничего не случится. Хорошо. Все-таки попался я в твои руки. Попался. Лучше бы ты мне не попадался. Товарищи. Дорогие. Это мой муж. Он жив. Жди меня. И я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Имей в виду, я сейчас на тебя отыграюсь за всем. Ты десять лет устанавливал порядки в моем доме. Приезжал, когда хотел, уезжал, когда хотел. А теперь я хозяин твоей жизни. Вот недельки три полежишь. Неделя три. Предупреждаю. Если попробуешь удрать, догоню, свяжу и обратно еще на месяц. А помнишь, Аркаша? Сарат. Пишина. Кледника. Когда весенний вечер нежно тает. И переходит в ночь. И яблони. Странно, да? Черт тебя узнает, иногда еще странно. Как тебе сказать, в общем, ты прав. Война меняет человека. Заставляет его понять, что в жизни важно и что нибудь. Верно, Аркаша. По себе знаю. На войне мы забываем все наши обиды, неудачи, неурядиц. Все, что можно забыть, забываем. А помним только то, чего забыть нельзя. Родину свою помним. Земляков своих помним. Любовь свою помним. Вот, пожалуй, все, что помним. Что помним, зато и умирает. Верно, верно, Сережа. А понимаешь, я только здесь почувствовал, что ничего в жизни откладывать нельзя. Ни дружбы, ни любви. Ничего. Знаешь что? Догадываюсь. Да, я же... Понимаешь, мне всегда казалось, что она только дружит со мной. А я... Вот, потом и молчал, и ждал. В общем, ты, конечно, сто раз прав. Когда я вернусь, ни одного дня больше этой ерунды. В первый же день приду и скажу. Пускай решает. Первые умные слова, которые от тебя слышу за 15 лет знакомства. Хорошо. Смейся, смейся. Аркадий Андреевич. Хорошо, иду. Потом договорим. Ставься. Удаль. Нож. Диана. Как больной? Тупфер. Не крути головой. Снимите маску. Теперь он будет жить. Аркадий Андреевич. Заканчивайте. Аркадий Андреевич! Аркадий Андреевич, поднимайте. Поднимайте. Осторожно. Не введите милицию. Стоп! Стоп! Не введите. Не введите. Аркадий Андреевич. А может быть все-таки попробовать извлечь? Ну, зачем извлекать? Будешь ковырять, и что толку? Дайте три минуты пожить спокойно. А может, все-таки попробовать? Ну, жалко вам меня, ну, понимаю. Ну, зачем глупости предлагать? Вы же видите сами. Поднимите гонку. Сережа? Аркаша? Все, Сережа, все. Ты что его спрашиваешь? Ты меня спроси. Я же лучше знаю. Он ординатор, а я профессор. Аркаша, ты не дури, слышишь? Что же стоит? Ну, сделайте что-нибудь. Ничто не поможет. Я же знаю. Знаю. Удерешь теперь? Сторожить не буду. Что молчишь? Саратов, клиника, и тишина кругом. Сережа, Сережа, Женя ничего не говори. Пусть не знает. А то еще хуже. Хуже будет. Слышишь, Сережа? Слышишь? Слышу. Слышу. Почему опустили, опустили голову? Сбили? Сбили его. Сбили, Сережа. Так и надо. Так и надо. Ты их... Пей. Пей, Сереж. Сильнее. Здесь. Слышишь? Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Может, вам говорить нельзя, поскольку вы больной. В общем, окружили наших, пробиться нельзя. Сафонов, для нужна машина? Со мной поедете? Да, ну. Отставить. Слушай, Сафонов, через час достать костюм. Где хотите, украдите, а достаньте. Есть украть, а достать. А я боялся, хирург вас задержит. Теперь не задержит. Разобьем их, Сафонов. А то как же, непременно разобьем, товарищ полковник. Разобьем их, чтобы и памяти от них не осталось. Следов на земле. Давай, Сафонов, указуй, сколько можешь. Сафонов, указуй, сколько можешь. Полжанин? Не узнаёшь? Ну как? Воткнул флаг? Не успел, товарищ полковник. Ребята обогнали. А это что? Это ходил в разведку, захватил месть с машиной. А она тарахтит, не едет. Значит, трофей? Трофей, товарищ полковник. А ну, Сафонов, посмотри, что там такое. Развяжи ему руки, не убежит. Из какой части? С штыка, он русский. Так, так. Усы все те же. И по-русски вы тогда понимали. Ничего, ничего. У меня с ним старый счёт. Как видите, запомнил. Ещё долго помнить буду. Пришли на чужую землю, здесь и останетесь. Все останетесь. Гуцищ, да что их нехт. Капшонгедакт. А, опять не понимаете. Сафонов, расстрелять его. Отставить, Сафонов. А нервы-то у вас оказались слабее, чем у меня. Молодец, Петька. Большую птицу поймал. Он ещё пять лет тому назад, когда грабил чужую страну, в чине офицера был. Теперь видишь, сколько нашивок получил за это. Сафонов, вези его в штаб. Петька. Пойдёшь со мной? А возьмёшь? Товарищ полковник. Возьму. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Серёжа! Дорогой! Ты на меня смотри! Чего ты в гимнастёрка тупёрся? Ну так, так ближе разглядываю. Севастяныч, возьми его. Что он в самом деле такой? Сергей! Севастяныч! Севастяныч! Товарищ танкист! Боевые друзья мои! Кругом немцы! В Липатово, в Горбове, в Сосновке. Если мы не можем прорваться назад, надо идти вперёд. Надо вырваться и разгромить фланги противника. Если у нас нет бензина, надо запастись ему врага. Мы дрались здесь в трудное время. И мы помним имена людей, которых уже нет среди нас. Но сегодня мы должны драться так, как будто они все идут в атаку, плечом в плечо с нами, как будто мы слышим их голоса, видим их глаза, которые не может ни закрыть смерть, ни засыпать земля. Вперёд! За нашу землю! За наш народ! Вперёд! Вперёд! Нет вам пощады! Нету не будет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова